Турецкий язык. Урок номер 45. Условная модальность. Шарт библищик заманы. Третья часть. В предыдущих частях урока условной модальности мы рассмотрели широкое время, настоящее время и прошедшие времена в турецком языке, а в сегодняшней заключительной части мы рассмотрим будущее время и должностовательное наклонение в условной модальности. Будущее время условной модальности используется в условных предложениях, в которых выполнение одного действия связано с намерением выполнения другого действия в будущем. Посмотрим на примере глагола катмак добавлять. К корню глаголу мы добавляем сначала аффикс будущего времени, потом аффикс условной модальности и потом личный аффикс. И получаем катаджаксам, если я добавлю. Смысл будущего времени на аджак у нас передает действия, которые мы планируем совершить или собираемся сделать, или будем делать. И получаем катаджаксам, если я добавлю. Катаджаксам, если ты собираешься добавить. Катаджакса, если он будет добавлять. Катаджаксак, если мы собираемся добавить. Катаджаксан, если вы собираетесь добавить. И катаджакларса, если они собираются добавить. Теперь посмотрим отрицательную форму. Давайте посмотрим на примерах предложений для того, чтобы понять смысл использования этого времени, этой модальности. Например, Если вы собираетесь или будете ехать в Европу, то у вас есть второе действие, которое идет в связке с первым. То, вы должны получить визу Шенген. То есть, когда вы ее должны получить? В случае того, если вы собираетесь выполнить действие в виде того, что вы собираетесь ехать в Европу. Еще один пример. Если ты не будешь это носить, если ты не собираешься это носить, или не планируешь это носить, то давай кому-нибудь подарим. Ну, то есть, раз уж ты не собираешься это носить, давай кому-нибудь подарим. То есть, здесь речь идет о действии, что давай подарим, но при связке с другим действием. В случае чего? В случае того, что если ты не собираешься это носить. Вот для таких связок и используется условная модальность. Еще предложение. Если я сейчас буду покупать себе дом, то есть, планирую это сделать, то куплю его на берегу моря. В каком случае я куплю себе дом на берегу моря? В том случае, если я сейчас захочу, запланирую купить себе дом. То есть, опять у нас здесь идет вот такая вот связка. Еще предложение. Если они собираются рано вставать, рано просыпаться, то пусть пораньше ложатся. Здесь у нас тоже идет связка в действиях. Посмотрим еще примеры. Например, у нас есть такое предложение. Если вы не будете отвечать или не собираетесь отвечать на телефон, у турков используется на отвечать по телефону слово «бакмак», «смотреть». Ну, конечно, мы переводим, как «отвечать». Зачем тогда вы их даете? Ну, знаете, бывает такое, что люди оставляют, например, визитку или дают телефоны, что в случае чего вы нам звоните. Но когда ты звонишь на эти телефоны, никто на них не отвечает. И вот резонный такой вопрос. Если вы не будете отвечать на телефон, не собираетесь отвечать на телефон, зачем тогда вы их даете? Здесь опять у нас связаны два действия. Есть условия определенные. Еще один пример. Если ты будешь упорствовать на отрицании. Истрар этмек – это значит упорствовать. Инкар – это когда человек отрицает. Что бы ты им ни говорил, он отрицает. И вот у нас в предложении. Если ты будешь упорствовать на отрицании, то зачем ты у нас спрашиваешь? Для какой ситуации такое можно спросить? Есть люди, которые задают вопросы, на которые они не хотят получить ответы. И что бы ты ему ни говорил, он все равно будет упорствовать на том, что он будет говорить. Не соглашаться с тем, что вы говорите. Несмотря на то, что логично вы это объясняете или нелогично. И вот в таком случае, опять есть связь с двумя действиями. Ты спрашиваешь зачем? Если ты собираешься все равно упорствовать на том, что ты будешь отрицать все, что мы говорим, зачем ты тогда спрашиваешь? Тут два связанных предложения. Ейр инкарда исрар эдэ дэ дэксэн, ниэ дэн бизэссориус. Еще один пример. Реинкарна сьем варса ве гири гелэ дэксэк, ниэ эль юрус. Реинкарна сьем варса. Если реинкарнация существует. Ве гири гелэ дэксэк. И мы вернемся. Гири гелэ дэксэк – это возвращаться. И мы вернемся в этот мир снова. не юлирус то зачем мы умираем если 5 условия у нас если мы вернемся то зачем тогда мы сейчас умираем еще одно предложение и без университета к я джак сам ангибиру даха и дэш и бир университета о куя джак сам если я собираюсь то есть планирую учиться в хорошем университете я спрашиваю ханги бельм дага и дэш какой факультет лучше это например человек который хочет поступить куда-то в университет и он спрашивает у тех кто уже отучился получил высшее образование спрашивает если я собираюсь планирую учиться в хорошем университете какой факультет мне лучше выбрать и бирж университет о куя джак сам ангибиру даха и дэш идем дальше теперь посмотрим долженствовать и наклонение в условной модальности это время используется в условных предложениях в которых выполнение одного действия связано с необходимостью выполнения другого действия эта форма используется крайне редко это действительно форма используется очень и очень редко очень сложно даже подобрать какие-то более менее нормальные примеры для того чтобы вам их показать но давайте посмотрим на примере глагола як-мак як-мак это у нас можно перевести как поджигать поджечь мы корню слова добавляем аффикс должностного наклонения потом аффикс условной модальности так как у нас аффикс должностного наклонения заканчивается на гласную букву то между ним и аффиксом условной модальности добавляется у нас соединительная буковка е и получается что у нас аффикс идет и са и сэ и после этого мы еще добавляем личный аффикс и получаем як-малый сам если я должен поджечь як-малый сам если ты должен поджечь як-малый сам если он должен поджечь як-малый сам если мы должны поджечь як-малый сам если вы должны поджечь и як-малый ларса если они должны поджечь В отрицательной форме у нас получается «як мамалы и сам», «як мамалы и сан», «як мамалы и са», «як мамалы и сак», «як мамалы и саныс», «як мамалы и ларса». И так еще у нас есть вопросительная форма, которая ну совсем будет использоваться очень-очень редко. Может быть за всю жизнь можно услышать раз или два такой формы использования. Тем не менее «як мамалы и санмы», «як мамалы и санмы», «як мамалы и санмы» и отрицательная вопросительная форма у нас «як мамалы и сакмы», «як мамалы и санизмы», «як мамалы и ларса мы». Смотрим примеры предложений. Если мы должны до завтра закончить это дело, если есть у нас такая необходимость, То мы должны приступать прямо сейчас То есть для того, чтобы успеть его сделать Опять у нас здесь есть связка Мы должны приступать прямо сейчас В случае каком? В случае, если То есть у нас есть условие Если мы должны до завтра закончить это дело Вот в такой ситуации используется Долженствовательное наклонение в условной модальности Берем еще пример Если они не должны туда ехать То зачем они едут? Ну то есть кому-то сказали Вы туда не едете Но эти люди все равно туда едут И вот ты задаешь такой вопрос Если они не должны туда ехать Зачем они туда едут? Еще один пример Скажем, человек размышляет и говорит Бирше Лер я обмалым им Я обмалый сам Не лер Бирше Лер я обмалым им Должен ли я что-то делать? Он размышляет Я обмалый сам Если я должен делать Не лер То что? Бирше Лер я обмалым им Я обмалый сам Не лер Такое не совсем стартное предложение Но вот человек размышляет Должен ли я что-то делать? И если я должен делать То что? И еще один пример Вот этот пример взят с интернета Это конкретно Там в каком-то форуме Люди вот Вижу такое предложение Почему я так сразу говорю Что это взято откуда-то? Потому что я его перевел По-своему Так как я понял Но возможно Кто-то захочет перевести Немножко более точно И я жду В принципе в комментариях Пожалуйста Пишите ваши варианты Предложение у нас такое Если для того Чтобы меня успокоить Ты должен меня понять Я здесь Слово понять Все-таки думаю Что более будет правильно По смыслу Это войти в мое положение То есть если для того Чтобы меня успокоить Ты должен войти в мое положение Я обмалый сам То не делай этого Предложение по смыслу Получается вот таким Если для того Чтобы меня успокоить Ты должен войти в мое положение Буну явну То не делай этого И напоследок Небольшой маленький анекдот Там где будет у нас Глагол В будущем времени Условной модальности Давайте посмотрим Давайте прочитаем И переведем Что такое Мюна-Сябет-Сизин бери Мюна-Сябет-Сизин бери Это человек Такой бестактный Ну такой невоспитанный И вот Мюна-Сябет-Сизин бери Значит Один невоспитанный человек Кайсири ле сормуш Спросил У кайсиринца То есть человек, который живет в Кайсири. Я, кто? Он говорит, оу, я слышал, что вы делаете бастурму. Кто знает, пастурма или бастурма, такой деликатес мясной. И родина этого деликатеса, это город Кайсири. И вот он спрашивает. Я слышал, что вы делаете бастурму из мяса осла. Это правда? И кайсири ли джевабы я пуштермыш? И вот этот кайсири нетунаса, то есть житель кайсири, влепил ему ответ. То есть джевабы я пуштермак, это приклеить, да, как бы ответ. Можно сказать, влепил ответ. То есть резко ему ответил. Или красиво ему ответил. Кайсири и гиди джексе. Если ты собираешься или планируешь поехать в кайсири, хичми ракетми, ты за себя не переживай. Санай или шмезлер, тебя не тронут. На этом урок закончен. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь. Спасибо за внимание. До скорых встреч.